МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире наша приверженность армянской общине целостна. Рено Музеве. Анкара не может быть посредником в армяно-азербайджанских переговорах. Стратегия жилищной программы арцахцев стимулирует иммиграцию. В Ириване завершилась 33-я ежегодная встреча и бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития. 18 мая – день освобождения Бердзора. Ассимиляция и амшинские армяне. Армянская церковь Сиври Хиссар – жертва вандализма. Председатель регионального совета Прованс-Альпы Лазурный берег Рено Музеле заявляет. «Дамы и господа, вы знаете о моей приверженности армянской общине. Мы чтим память павших во время геноцида 1915 года и решительно осуждаем агрессию, которой подверглись армяне в Арцахе. Южный регион помнит, Южный регион не забывает, и Южный регион действует в интересах армян. Сегодня мы хотим увековечить эту память и укрепить ее. По этой причине мы намерены назвать лице Теери Мольни Ниццы в честь Милине и Мисака Манущан. Я сам поддерживал эту инициативу мэра Ниццы и деликата от президента региона Кристиана Эстройзи, пока она не воплотилась в жизнь. Это достойное дань уважения двум героям сопротивления в нашем регионе из общины, которая очень дорога нашим сердцам. Почтить память Милине и Мисака Манущан значит пролить свет на тех, кто сражался в тени, кто в раннем возрасте взял в руки оружие, чтобы противостоять нацистскому варварству и защитить Францию и Республику. В то время, когда наши ценности подвергаются нападению на нашей собственной земле и Европе и во всем мире, нам как никогда необходимо защитить и сохранить наследие, которое передано нам такой ценой. Будьте уверены, что наша приверженность армянской общине целостна и при любых обстоятельствах она остается таковой. Искренне ваш президент региона Брованс-Альпы, Лазурный берег, Рено-Мозелье. Профессор Турецкого университета Кадыр Хас Митат Челикпала в интервью турецкой оппозиционной газете Джумхурет коснулся процесса нормализации отношений Ереван-Баку. Челикпара высказал свои наблюдения по поводу этого процесса, дав оценки недавней встречи министров иностранных дел Арарата Мирзуэна и Джейхунна Байрырамова, состоявшейся в Алматы. Турецкий профессор представил освещенные и нераскрытые стороны встречи, отметив, разногласия между двумя странами не были решены. Подчеркну, что встреча была неэффективной. По словам Челикпалы, встреча в Алматы ничем не отличалась от предыдущих двусторонних переговоров, проведенных при посредничестве Германии, поскольку в обоих случаях встреча завершилась без подписания документа, то есть без подписания мирного договора. В этом контексте он затронул возможность посреднической роли Анкары в процессе нормализации отношений Ереван-Баку, категорически исключив ее. Турецкий профессор объяснил свое убеждение тем, что мирный процесс превращается в геополитический процесс, который, однако, Баку пытается предотвратить и решить проблемы путем двусторонних встреч с Ереваном. Помимо этого, подчеркну, что подписанное соглашение может произойти до конца лета 2024 года, до созыва 29-й сессии конференции участников Рамочной конвенции Организации объединенных наций ООН об изменении климата, которое состоится в ноябре в Баку. Для Азербайджана это важно. Я предполагаю, что они не захотят, чтобы перед инициативой возник беспорядок или что-то, что нарушит региональный баланс. Думаю, если переговорный процесс немного затянется, соглашение между сторонами будет подписано. Бывший госминистр Арцаха Артак Бегларян сделал запись на своей странице в Facebook, перечислив несколько фундаментальных проблем, с которыми сталкивается программа обеспечения жильем арцахцев. Программа обеспечения жильем арцахцев, принятая вчера правительством Республики Армения, имеет несколько фундаментальных проблем. Эти и все другие решения так и не были приняты в результате общественных обсуждений. Проект был разработан и пущен в оборот тайно, нарушая внутригосударственное законодательство и международные принципы инклюзивности и демократии. Под нашим общественным давлением в марте несколько дней имитировали обсуждения с участием некоторых групп, но эти встречи с отдельными жителями Арцаха были далеки от инклюзивности. Более того, власти полностью проигнорировали готовность представителей инициативы обеспечения потребностей народа Арцаха поддержать работы по разработке программы. Очевидно, что правительство в Восточной Америке не принимает решения в отношении народа Арцаха без стратегии, а точнее ряд оснований утверждать, что имеющаяся стратегия заключается в стимулировании эмиграции и закрытии страницы Арцаха раз и навсегда. Утвержденная программа имеет принципиальные проблемы с точки зрения выбранных подходов, которые не решат ни вопрос о сохранении темы коллективного возвращения народа Арцаха, ни гуманитарных проблем большинства перемещенных лиц, ни демографических проблем Армении. Более подробно я представлю свое видение в ближайшие дни после того, как глубже изучу и проанализирую опубликованные материалы. 16 мая в Ереване продолжилась 33-я ежегодная встреча и бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Восточной Армении, третий день конференции начался со встречи министров финансов Восточной Армении Вае Ованисяна и делегации французского агентства развития. Делегацию возглавляли посол Франции и Восточной Армении Оливье Деконтини и заместитель генерального директора агентства Бертран Валькенер. Стороны обсудили текущее кредитное соглашение о бюджетной поддержке, перспективе реализации программ в сотрудничестве в водной, семейной и сельскохозяйственных сферах. Также прочие вопросы. В конце встречи был подписан контракт на 2024-2027 года. С армейской стороны меморандум подписал министр финансов Вае Ованисян. Со стороны французского агентства развития заместитель генерального директора Бертран Валькенер. Заместитель министра финансов Восточной Армении Эдуард Акупян провел встречу с делегацией фонда международного развития, где обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества, в частности в сфере инфраструктуры. Ованисян встретился с делегацией Королевства Нидерландов. Стороны обсудили вопросы, касающиеся текущего сотрудничества между двумя министерствами, высоко оценив поддержку правительства Нидерландов в рамках фонда глобальных привилегий, направленную на решение проблем вынужденных переселенцев из Арцаха. Министр финансов Нидерландов Стивен Ван Байненбек высоко оценил организацию ежегодной конференции, отметив ее высокий уровень. Далее министр финансов Восточной Армении провел встречу с делегацией Соединенных Штатов Америки, возглавляемой помощником министра финансов США Алексей Лотторто. Стороны обсудили сотрудничество в сфере управления государственными финансами и прочие вопросы. 18 мая 1992 года армянские войска освободили жизненно важный город Бердзор, соединяющий Армению с Арцахом. В то время это был коридор жизни Арцаха. С освобождением города началось и освобождение всего Кашатакского района. 13 мая продолжалась концентрация армянских сил у села Заросли, расположена между Шуши и Бердзором. Здесь были сосредоточены десятки единиц бронетехники и большое количество живой силы. Связь с Бердзором была прервана. Больница, школа, здания местного управления были разрушены. 15 мая армянские отряды атаковали расположенное на высоте Агдамского района село Дулаблу. Азербайджанские войска, обладая численным и позиционным преимуществом, отбили атаку. 17 мая армянские силы отбили атаку азербайджанской армии в направлении Шуши, где участвовало около тысячи солдат. 18 мая министр обороны Вазген Саргсян заявил, что дорога, соединяющая Арцах с Арменией, открыта. Во второй половине дня представитель Минобороны Азербайджана признал падение Бердзора. 26 августа 2022 года все изменилось. Бердзор был оккупирован. Для тюркского мира и особенно для Турции этот день особенный. Именно в этот день, в 1071 году, турки-сельджуки одержали победу над византийской армией и поддерживающие ее армянскими добровольцами в битве при Манаскерте. С тех пор по сей день размещаются в Армянском Нагоре и Малой Азии. Благодаря победе в Манаскерте турки захватили большую часть Армянского Нагорья и создали в Передней Азии первое турецкое государство в регионе Султанат и Канье, на основе которого должна быть создана Османская империя, далее и Турецкая республика. И так Бердзор сдается именно в тот день, когда в 1071 году турки впервые укрепились в Армении. Телеканал Вестерн Армения ТВ продолжает представлять очередную статью Махир Оскана, благодаря которой мы раскрываем амшенцев по-новому. В то время как экономическая, социальная, политическая и религиозная борьба способствуют ассимиляции, национальная борьба усложняет ее. В случае выходящей за рамки борьбы национальные требования отношения с народом, составляющим большинство, приводит к тому, что требования именно этой борьбы становятся приоритетными для людей. Это приводит к тому, что представители народов, составляющих меньшинство со времени, исчезают и ассимилируются. Значительная часть людей, борющихся за сохранение идентичности амшенцев, это люди, придерживающиеся левых политических традиций. Каким бы противоречивым это ни казалось, на самом деле это обстоятельство имеет логическое толкование. Тот факт, что Курское движение внесло национальный вопрос в повестку Дня страны и левых течений, обеспечив, чтобы левые и социалисты, происходящие из других народов, также выразили позицию по проблемам своих народов. Следовательно, области экономической, социальной, политической и религиозной борьбы ускоряют ассимиляцию. В то же время это открывает возможности для борьбы с этим. Когда народы, находящиеся под угрозой ассимиляции, ведут борьбу за свой язык и культуру, это может иметь совершенно противоположный эффект. В качестве примера можно привести следующий факт. Борьба за экологию в Черноморском регионе и Дерсиме одновременно является борьбой за сохранение жизненного пространства языковой культуры. Социальная борьба, оторванная от языка и культуры народов, полностью основанная на языке и культуре большинства, ускоряет ассимиляцию. Однако, если социальная борьба будет вестись таким образом, чтобы народы, составляющие меньшинство, могли участвовать в ней со своей идентичностью и самовражаться, то такая борьба не послужит ассимиляции. Неизвестные сделали запись на стенах армянской церкви Сур-Пьер-Ро-Тутюн, расположенной в провинции Сиври-Хасар-Эски-Шахира, вырыв там ямы. Об этом сообщает Акункнет. Согласно источнику, вандализм вызвал возмущение местного населения и ценителей истории, поскольку церковь является одной из достопримечательностей для посущающих провинцию туристов. Туристы из различных провинций, оккупированной Западной Арменией и из рубежа посещают данную армянскую историческую церковь. Напомним, армянская церковь Сиври-Хасара была построена в 1650 году. Из-за пожара, вспыхнувшего в 1876 году, церковь сильно пострадала и была восстановлена при патриархии Аценерсеси в Ажапетяне в 1891 году. Это второй по величине монастырский комплекс Западной Армении. Церковь ранее использовалась как новозахранилище. Турецкие власти еще в 1996 году планировали начать реставрационные работы церкви, однако ремонт был начат позже, в 2010 году. В завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок